Продолжение следует... 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 и частота отмены препаратов оказалась достаточно низкой по сравнению с теми исследованиями, которые уже были проведены в мире у других препаратов. Таким образом, препарат в 2020 году был зарегистрирован в стране, но встает вопрос. С одной стороны, это регистрационные исследования, туда включались определенные пациенты. А будет ли работать препарат в нашей реальной клинической практике? И для этого была создана такая программа ФОРА, куда включались пациенты с нашей Российской Федерацией, которые бы получали хотя бы одно введение пролголемаба. И посмотрите, какое количество пациентов было включено. 700 пациентов за достаточно короткий период. Список докторов, главных исследователей, которые бы включались в эту программу, достаточно большой. Вот он здесь в центре. И здесь даже трудно, наверное, отдифференцировать, кто бы не включался в это исследование. 700 пациентов. Что показало это исследование? Нам нужно было, еще раз повторяю, посмотреть регистрационное исследование, насколько оно было эффективно, сравнить его с реальной клинической практикой. Вот посмотрите, слева Миракулом, а справа проведено уже 5 анализов. И посмотрите, по частоте объективного ответа, по медиане безрецидивной и общей выживаемости и регистрационное исследование, и реальная клиническая практика показывает, что препарат работал как и в условиях клинического исследования, так и в реальной клинической практике. Мало того, если говорить по нежелательным явлениям, то нежелательные явления были невысоки, и их процент был невысок, и частота пациентов, которые бы выбыли из реальной клинической практики, она была такая же невысокая, как и в исследовании Миракулом. Но идет дальше фирма, работает дальше. И, конечно, первое исследование, как мы уже говорили, это меланома, самое иммуногенное заболевание. И в центре меланомы, как здесь прозвучало, это пролаглимаб и норелемаб. Сейчас мы остановимся, что это такое. Первое, это на чем остановилась фирма? Это на разработках по метастатической меланоме. Мы с вами говорили о Миракуляме, потом наблюдательная программа ФОРА, и потом два еще исследования, абертерон и октава. Но идет дальше работа, сейчас мы остановимся на этом, лечения пациентов с неодевантной целью, с применением тоже пролаглимаба и норелемаба. И так встает вопрос, а что же такое норелемаб? Это новое определение, мы уже на белых ночах об этом говорили. Но напомним еще раз, кто не помнит. Это оригинальная молекула. Молекула – это тоже молокональное антитело, относится к группе G1. Он также имеет фрагмент ФС1, фрагмент, который блокирует вот этот рецептор CTL4A, который находится на поверхности Т-клеток. И что происходит? Т-клетка освобождается от своей функции, которую она должна выполнять. Она выполняет роль работы иммунной системы. Это норелемаб, анти-CTL4, повторяю. А нордати – это препарат, который синтезировал пролаглимаб, анти-PD1 препарат, и норелемаб вместе. Это комбинация двух моноклональных антител, которые работают как против PD1 и против пролаглимаб, и против рецептора CTL4. Это норелемаб. И соотношение в одном флаконе, повторяю, 3 к 1. Что здесь важно? Это то, что эти два препарата обладают синергизмом. И препарат работает как на уровне лимфоцита, так и на уровне микроокружения. И в итоге вот такое действие в виде синергизма двух препаратов ведёт к тому, что увеличивается как эффективность, но с другой стороны мы понимаем, что может увеличиться и токсичность. И ещё раз напомню, что у нас всего существует только одна комбинация, которая зарегистрирована в Российской Федерации, да, не волумаб с эпилемумабом, которая является достаточно эффективной комбинацией лечения. И она оговорена не только в международных программах, и в наших рекомендациях, российских рекомендациях. А вот сейчас будет появляться новая комбинация, наша отечественная комбинация. Итак, возвращаемся про логлимаб вместе с норелимабом. Какие у нас есть разработки при метастатической меланоме? Первое – это исследование абертерон и исследование октава. Очень коротко остановимся, что же это за исследования, которые уже были, и набор этих пациентов уже завершён. Абертон-исследование – это комбинация двух препаратов, который определялся ещё пока BCD-100, сейчас помните, название будет Нурдати, и против монотерапии только про логлимаба. И больные были с метастатической или место распространённой меланомой. Пациенты получали либо комбинацию, либо только про логлимаб, а затем поддерживая терапию про логлимабом. И это исследование уже завершено, 116 пациентов, и препарат подан на регистрацию. Дальше перешли к третьей фазе исследований – это октава исследования. Те же пациенты с метастатической меланомой, без предшествующей терапии, иммунотерапии. Здесь исследование уже более большое – 270 пациентов. Методика та же, либо комбинированная терапия, два в месте препарата Нурдати – это про логлимаб с нурлимабом, и поддерживающийся про логлимабом, либо только монотерапия у пациентов. Здесь первичная точка была, как и в том исследовании, и это безрецидивная выживаемость пациентов. Здесь это исследование тоже нужно сказать, что набор уже завершён. Вот эти два исследования, которые касаются ещё раз метастатической меланомы. Но, я как и говорила, компания «Биокат» идёт дальше. Идёт исследование «Неомажор» и «Мимажор», исследование, которое касается неодевантного применения меланомы третьей стадии, опять же, вот этой комбинации препаратов «Антипеди-1» и «Анти-CTL-4». Комбинация этой исследования ведёт к тому, что пациенты стратифицируются на две группы. Одна группа получает неодевантное лечение, а другая группа подвергается сразу хирургическому лечению. И в зависимости от ответа потом проводится одевантное лечение. В общем-то, методика достаточно понятна. В исследовании в настоящее время включено уже, планируется 405 пациентов, но набор открыт. И у нас, кстати, тоже, я думаю, что и в Москве также эти исследования идут. Коротко только напомню, что в своё время у нас шло пилотное исследование по применению в неодевантном режиме меланомы третьей стадии, применению пролголемаба. И у нас было включено сейчас 16 пациентов. И вот увидите ответ, действительно, применение пролголемаба в неодевантном режиме. Вот первые снимки мы видим, морфологические, мы видим клетки меланомы до начала терапии. И послеоперационный материал, полный потом морфологический ответ. Мы действительно увидели, достаточно, может быть, для себя, и приятно, и неожиданно, что может быть у пациента полный потом морфологический ответ. Это не один и не два, это было у нас пять пациентов. И, как видите, ответ действительно морфологически подтверждённый. Это было пилотное исследование. А вот это исследование дальнейшее, оно продолжается, и пациенты, конечно, будут получать теперь комбинированную иммунотерапию отечественным препаратом, повторю, в одном флаконе. И поэтому в ближайшем времени мы ожидаем результатов эффективности и безопасности первого оригинального в мире комбинации препарата пролголемаба и норелемаба в одном флаконе. Так что, ну, наверное, будем надеяться, что всё, конечно, будет хорошо. Препарат окажется мало того, что и эффективен, и мало токсичен. Но возвращаемся к пациенту. Только ли работа идёт о меланоме в наших российских исследованиях, в частности, у компании Биокад. Во-первых, мы с вами говорили о тех исследованиях, которые были, плюс ещё вызов пациенту, навстречу пациенту, да, интересные такие вывески достаточно. Речь идёт об исследованиях применения препаратов у пациентов раком шейки матки, метастатическим, персистирующим, с персистирующим течением заболевания. Плюс это пациенты и с немелкокреточным раком лёгкого. И следующее исследование – это неодевантная терапия трижды негативного рака молочной железы с применением тоже пролголемаба, биоцезумаба, химиотерапии. И колония стимулирующего фактора – тоже пекфиглорастин, достаточно известный препарат, который используется в практике, который мы все хорошо знаем. Итак, очень коротко, исследование Домажор. Что такое за исследование, чтобы вы просто коротенько знали. Это исследование проводилось пациентами, он уже подан на регистрацию. Это исследование включило 290 пациентов с немелкоклеточным, не плоскоклеточным раком лёгкого. И сюда включены были пациенты со сертификацией на применение пролголемаб вместе с химиотерапией, это пиметриксред, плюс платиносодержащие препараты. Либо та же комбинация, только без пролголемаба. И первичная точка была медиана общей выживаемости. Исследование тоже уже, некоторые исследователи знают, главные исследователи, и включались больные. Вот, исследование, которое подаётся на регистрацию. И что ещё интересно, это пациенты, те, которые получали препарат с раком шейки матки. Одно из исследований, Цесура, его финальные результаты этого исследования были на постерной сессии АСКО в этом году. И давайте коротенько остановимся на этом исследовании. Это многоцентровое открытое клиническое исследование. Пролголемаба в комбинации с платиносодержащими препаратами плюс бевозозумабом в первой линии у пациентов с метастатическим раком шейки матки. Вот, как видите, пациенты, было тогда включено, вот, 58 пациентов на первом отчёте. Была, повторяю, это химиотерапия, иммунотерапия, платиносодержащая плюс бевозозумаб, 6 циклов. А потом пациенты перешли уже на поддерживающую терапию пролголемабом и бевозозумабом. Что показало это исследование, что хочется сказать? Высокую частоту ответа в такой комбинации, частота ответа около 70%. Согласитесь, достаточно высокий процент. Причём частота клинических ответов, она была даже несколько выше 70%. То есть эта комбинация работает, повторю, это наши отечественные данные. И если говорить о выживаемости без прогрессирования, как вы видите, по системе Resist 1.1, по системе iResist 1.1 цифры достаточно высокие, и они были более 8,5 месяцев. Если говорить по системе iResist, то эти данные равнялись 13 месяцам. И общая выживаемость, её цифра одногодичной выживаемости составила почти 83%. Тоже достаточно высокие цифры, если кто лечил пациентов с метастатическим раком шейки матки, понимают, какая это популяция пациентов. И если говорить об иммуно-опосредованных нежелательных явлениях, то можно сказать, что характеризуя ключевые параметры безопасности, следует сказать, что если взять в целом нежелательные явления, они сохранялись почти у всех пациентов. Это говорит о том, что аверная статистика. И пациенты правильно говорят, и врачи фиксируют все нежелательные явления. А те пациенты, которые непосредственно связаны с иммуно-опосредованными нежелательными явлениями, им было 38%. И доля пациентов, которые были выше 3-х нежелательных или нет, больше третьей степени, число их равнялось, доля их равнялась 12%. Следующее исследование. Это исследование было второй фазы. Следующее исследование идёт фермата. Это уже третья фаза. Третья фаза – те же пациенты раком шейки матки, химедостатические или персистирующие рак шейки матки. Тоже те пациенты, которые не получали лечения. В исследование включались пациенты, их 328. Те, которые не получали, естественно, иммунотерапии. И здесь уже идёт стратификация. Те пациенты, которые получают комбинацию химиотерапии вместе с бевазазумабом и с пролголемабом, и те пациенты, которые не получают пролголемаб. И в зависимости от прогрессирования и непереносимой токсичности больные продолжают лечение. Первичная точка – общая выживаемость. Таким образом, как видите, вот ещё одно исследование по лечению больных раком шейки матки. Таким образом, подводя итоги исследования по лечению больных немелкоклеточным раком лёгков, с учётом клинических исследований, можно сказать, что комбинация бевазазумаба и антипедиадинтерапии показала свою активность у пациентов раком шейки матки. И эти результаты показали и приемлемую непереносимость, и профиль безопасности. Он сопоставим с профилем безопасности тех пациентов, которые получали бевазазумаб и химиотерапию. И можно сказать, что конечная точка этого исследования, ЦСУРа, она была достигнута. Мало того, следует сказать, что, конечно, успех этого исследования говорит о том, что, скорее всего, и наши рекомендации будут изменены в лечении пациентов раком шейки матки в нашей Российской Федерации. И, конечно, результаты этих исследований были зарегистрированы и опубликованы не только в российских изданиях, но и в зарубежных изданиях. Что это, конечно, очень положительные ответы, говорит о том, о признании наших исследованиях иностранными исследователями. И если говорить о жизненном цикле пролглимаба, с чем мы с вами начали лечить, он, конечно, аналогичен тем революционным изменениям, которые происходят и с другими препаратами. Мы с вами говорили, что сначала были доклинические исследования, сравнивался препарат молекула, сравнивалось с теми препаратами, которые были зарегистрированы ранее с неволумабом и пемпроризумабом. Пошло потом регистрационное исследование Миракулум, доказали, пролглимаб имеет свое место в практическом здравоохранении, в онкологии. Затем мы проводим дальнейшие исследования, уже пострегистрационное исследование ФОРА. Напомню, 700 пациентов Российской Федерации были включены в эту программу. Дальше идут международные исследования, международные исследования с применением таких пациентов, как немелкоклеточный рак легкого, рак шейки матки. Причем здесь включаются уже другие страны, и Китай, и страны Европы. И пролглимаб получает свое международное признание. Таким образом, конечно, можно сказать, что мы имеем достаточно успешное продвижение этого препарата, надеемся, и его комбинация тоже покажет свой успех. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...